Такие фото могли бы стать рекламой нового триллера. И это не туман, а мелкий снег и северный ветер с порывами до 24 метров в секунду. Такая погода в Алтайский край пришла на смену короткому потеплению. Примерно сутки жители спасались от потопа. Такая картина в ветхих домах Барнаула. Люди спасаются тазиками и кастрюлями. Вода просочилась и в подъезды, а во дворах образовались целые водоемы. Похожая ситуация в поселке Южный, в подъезде водопады. В Заринске из-за воды в электрощитах в некоторых домах люди остались без света. Вот так вот электрический щиток. Союза Республик 22. Вода бежит прямо на пакетнике. Потом снова грянул мороз и ветер. Ситуация на дорогах ухудшилась вместе с погодой. Пробки, заносы и низкая видимость. Накануне от Алтайского ЦГМС было получено предупреждение об ухудшении погодных условий, сильном ветре и осадках. Меры для стабилизации обстановки приняты заблаговременно. По крайне опасных участках организована работа оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов. Выставлены посты ГИБДД. В случае необходимости подготовлены пункты обогрева. МЧС предупреждает, что поездки на дальние расстояния в такую погоду могут быть опасными. Так, например, на трассе Барнаул-Бийск сдуло в кювет газель. Обошлось без пострадавших. И даже в некоторых населенных пунктах края жителям советуют не покидать дома. Так и в горнике. Быть мы не можем. Вот таким сугробом. Мы заварим. После метели в семи пригородных поселках Барнаула восстановили электричество. А вот крышу здания на Власихинской 133 восстановят нескоро. Как и эти машины. Кровлю с многоэтажки накануне сорвало ветром. По последним данным от МЧС, метель закончится уже 15 февраля. 16-17 числа Краевой гидрометцентр прогнозирует аномальные морозы местами до 38 градусов. Холода продержится почти всю следующую неделю на отметке до минус 30. Зато ветер стихнет. А с 23 февраля потеплеет до 14-20 градусов мороза ночью и пройдут снегопады. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком.